Сегодня стремительно развивается торговля. Мы уже не представляем свою жизнь без супермаркетов и интернет-магазинов. Можно зайти в магазин и купить все, что хочешь. Примерно так же выглядит рынок для удовлетворения духовных потребностей человека. В мире существует огромное количество религиозных направлений и учений, церквей, групп и сект. И человек практически без труда может выбирать себе церковь по вкусу. Хочешь с красивыми храмами и ритуалами – тебе сюда. Хочешь больше медитировать – сюда. Любишь простоту и функциональность. Хочешь больше общения или наоборот любишь оставаться незаметным – можно найти наиболее удобную для себя церковь. Все верования можно разделить на две большие группы. Первая группа верит в личность, которая сотворила мир и человека. Вторая группа обожествляет природу, человека, верит в духи предков или считает важным нравственные идеалы. Как понять, есть ли среди всех этих течений истинное, такое, которое бы отличалось от всех других? Если проанализировать все течения и направления, то есть взять их учения и поместить в небольшую черную коробку и частично перемешать, а потом достать основную мысль, то она будет следующей. Если хочешь получить лучшую жизнь, здесь можно подставить такие слова, как рай, нирвану, просветление, джанат, вальгалу. Тебе нужно сделать приятное Богу, то есть выполнить ритуал, принести жертву или делать добрые дела. Или достичь наивысшей степени духовности через различные практики – молитву, медитацию, заучение наизусть духовных текстов. А если выразиться еще короче – в рай попадешь, только если будешь делать все правильно, только посредством своих усилий. Но, возможно, для кого-то будет удивлением узнать, что среди всех религий мира есть такая религия, у которой совершенно иная философия, и это христианство. Однажды на конференции, где собрались ведущие профессора теологии, один молодой человек задал вопрос – чем христианство отличается от других религий? Ученые начали совещаться, но никак не могли прийти к единому ответу. Проходит час, другой, и тут в дверях появляется христианский писатель, написавший произведение хроники Нарнии Клайв Стейплс Льюис. Профессора подумали и решили задать ему этот вопрос. Писатель без раздумий ответил – благодать. Так просто? Благодать? Да. Нет больше ни одной такой нелогичной религии. По-человечески справедливо действие причинно-следственной связи. Ты что-то делаешь, за это что-то получаешь. Это человеческая логика, и поэтому мысль о том, что Бог, величайшее существо, берет на себя заботу о твоем будущем, о твоей вечной жизни, о твоем спасении, является просто революционной. Это не плод человеческой фантазии, так как эта мысль противоречит человеческому мышлению. Христианство утверждает, что Бог решает спасти согрешившее человечество ценой собственной жизни. Да, только в христианстве Бог, Творец и Создатель становятся человеком, чтобы умереть за провинившихся детей. Найдите еще хоть одну религию, где божество настолько любит свое творение, что не ожидает от них жертв, а само приносит себя в жертву. В отличие от других религий в христианстве, ты не должен заслужить любовь и принятие Бога. Бог уже любит тебя, как Отец, так как Его отношение основано не на справедливости, а на отцовской любви и благодати. Феномен благодати неземной. Только сошедший с небес Иисус смог показать человечеству, что это такое и почему она так важна. Благодать – это незаслуженная милость по отношению к нам. Но кто-то возразит, но разве в христианстве не надо соблюдать заповеди или выполнять определенные обряды? Что же получается? Мы принимаем эту жертву и продолжаем жить так, как нам угодно? Действительно, в христианстве также есть определенные правила. Но понимание благодати приводит к тому, что человек начинает соблюдать эти установления не из-за желания получить жизнь вечную, а из благодарности и ответной любви к Богу. У человека уже нет страха сделать что-то не так, так как он уверен в любви Божией. Именно с Божьей помощью человек преодолевает греховные наклонности к своей жизни. Мой любимый христианский гимн – «Как дивна благодать твоя» – это один из самых известных христианских гимнов. И история у него тоже очень интересная. Его автор Джон Ньютон долгие годы занимался отвратительным бизнесом, работорговлей. Охотился на африканцев, он владел своим кораблем для перевозки рабов. Однажды чудом, спасшись из ужасного шторма, он понял, насколько милостив к нему Бог. Он оставил свое бесчеловечное занятие, стал пастором и написал чудесный гимн, выражающий чувства человека, осознавшего свой грех и спасенного благодатью Иисуса Христа. Именно осознание того, что Бог тебя любит, даже когда ты поступаешь неправильно, дает силы к истинному преобразованию жизни, потому что изменения, происходящие под влиянием страха, они временные, до тех пор, пока есть страх, а изменения под действием любви вечны, так как Бог вечен в своей любви. Определить свое отношение к Божьей благодати – серьезное и важное решение. Принимая его, человек выбирает свою вечную участь. Поэтому я христианин. Редактор субтитров А.Семкин